Формула смысла от Катара о том, что близки к соглашению стороны выразили предварительное согласие с режимом прекращения огня и введением перемирия. Стороны это Израиль и Хамас. Насколько вообще все это реалистично? Насколько это имеет значение? Как это может быть реализовано и какие у этого могут быть последствия? Я посмотрела разные источники, не только Катар. И как-то так на перекрестье я поняла, что в общем это действительно все серьезно. Второе, Израиль договорился с Египтом, потому что до этого... Египет, кстати, ведь подвел свои войска к так называемому Хилудельфийскому коридору. Границы и пригрозил там тоже Израилю, что не за май. Вот. Было такое. Там много интригующих интересных. Ну, вот просто я должен здесь пояснить, вы дальше продолжите. Это важная точка, вы так ее затронули. Хочу подчеркнуть, что она важная. Израиль одно время, буквально на прошлой неделе, публично поставил цель занятия границей между сектором газа и Египтом. Взятием ее под полный контроль. Вот. И то, что Египет сказал, фиг вам, мы с этим не согласны, не согласимся. И вплоть до противодействия силового. Вот. Это оказалось, я думаю, таким сюрпризом и пришлось сдать назад. Я так думаю. Именно так. Да. Египет очень жестко себя сразу повел. И с одной стороны жестко, а с другой стороны дипломатически. Мы готовы вести переговоры, там, все такое. Но войска сразу подвел. И сказал, сюда не заходить. Но, почему я понимаю, не то чтобы верю, а действительно считаю реальным вот такое перемирие. Потому что они же части, я имею в виду, они это израильтяне, они же выводили свои части из сектора газа и перебрасывали их на север. И то, что они готовятся ударить по Ливану, вот в этом у меня тоже нет сомнений. Как интересно. А вот в этом ключе, что означает байденовские санкции против поселенцев на Вестбэнк, на западном берегу Иордана? Ну, в конце концов, слушайте, что-то надо было, какую-то кость бросить международному сопротивлению Израилю, поддержку Палестины. У нас же было что-то такое. Вот, это раз. Второе, все-таки они же пытаются сейчас договориться каким-то образом. И тоже подтверждают создание второго государства, в смысле Палестины. А тогда мы вас признаем, а вот вы сделаете так, а мы тогда вам обеспечим международное признание и полноценное членство в ООН. Ну, и так далее. То есть, там идет какой-то торг, который не до конца, ну, то есть, мы с вами не можем верифицировать, потому что пока он идет за закрытыми дверями. Так что, вот, насчет поселенцев, это тоже в эту же копилку. Ну, в эту же копилку и наши с вами любимцы, мы с вами оба особенно любим Британскую империю и ее остатки, или останки, я уже не знаю, как сказать. Так вот, останки встрепенулись и вдруг начали активно пару дней повторять из всех утюгов, что они прямо вот на грани признания палестинского государства, что они обязательно это сделают. И что главная мечта была всегда такая, я так понимаю, у Британской империи, это признать палестинское государство. Совершенно верно. Это было, надо сказать, что очень интересно. Я посмотрела, это вызвало, первоначально это вызвало прям какой-то шок в Тель-Авиве. Вот именно такая позиция. Ну, тут, знаете, я совершенно, извините, на секунду с Ближнего Востока к родным Асинам. Я тут недавно вот в связи с обсуждением деятельности таких людей, как Улицкая и прочие разные, которые там деньги получают в России, а то самое переправляют их на Украину и там подобное. Ну, ну, вся эта тема уже очень известная. Я вдруг подумала, вот так глядя на интервью, то есть, ну, вот Вовану и Лексусу, да, этой самой улиткой, я вспомнила как раз поговорку английскую, потому что, как бы мы ни относились критически, да, к этому образованию историческому, вот эта замечательная поговорка, right to rule, it's my country, да, то есть, права не права, но это моя страна, это вот то, что они с молочком мамочки впитывают. Я подумала, боже мой, как же они должны смотреть на этих наших видителей культуры, с каким презрением, вот как же они должны их в душе презирать. Именно британцы, вот, за такое отношение к собственной стране, вот, какое глубоко они должны испытывать презрение. Я прошу прощения, что я перескочила с тем... Нет, почему, это очень важно, это очень важно, да, знаете, вот это презрение, оно ровно и как бы в оценке, да, в цене этих предателей. Вот интересно же, да, на фоне того, что вы сказали, просто вспомнить на секунду судьбу двух людей, Литвиненко и Березовского. Вот. Сделано, сделано, собственно, британскими руками, да, по отношению к тем, кто к ним вроде бы перебегал. Ну, вот, собственно, и вот это нужно всегда помнить. Я могу еще сказать гипотетически, что неизвестно, где находящийся Скрипаль, возможно, он уже там, откуда никогда никто еще не возвращался. Вот. Это тоже высока эта же вероятность. Вот. Так что, да, ваше точка зрения имеет не только моральную проекцию, но и вполне себе, так сказать, реальную, да, физическую по отношению к такому типу людей. Я с этим полностью согласен. Если вы не возражаете, может быть, попробуем вернуться, да, все-таки на Ближний Восток. Вы очень важную вещь сказали насчет Ливана. И вот эта ваша уверенность, что Израиль это начнет делать, у меня уверенности нет, но я настолько владею материалом всего там, да, чтобы у меня была уверенность. Но у меня есть ощущение, что они должны будут начать это делать, вот, потому что это действительно необходимое расширение конфликта, поскольку узкий, узкое применение средств прямо в Газе не принесло никаких результатов. Кстати, попытка захватить границу с Египтом, это отсюда же. Разумеется, но тут дело вот в чем. Мечты части израильского руководства как-то насолить Исламской республике Иран, это вот отсюда. Тут ведь Ливан это, так, это средство. Американцы, которые подогнали, кстати, не без, как это сказать, инициативников британцев, свой военный флот к Бабальмандевскому проливу для того, чтобы охолонить хуситов. Вот вам две точки, Ливан и Йемен, Ирак, откуда обстреливаются американские базы, аж была обстрелена база на территории Ордании, все помнят. Американцы заявили, что там погибло три человека, ну, многие говорят, что, конечно, там потери гораздо больше. Вот, вот, сейчас идет речь об Иране. Израилю очень хочется, конечно, чтобы Соединенные Штаты каким-то образом нанесли удары по самой территории Исламской республики Ирана. Тут они получили отворот в поворот, что по территории Ирана мы бить не будем. Иранцы, впрочем, привели в полную боевую готовность все и вся. Да, включая КСИР. Вот. И заявили, что вы и раньше-то не особо, американцы, вы и раньше-то не особо так рвались по нам ударить. А сейчас вы все-таки, ребята, учтите, что у нас другие вооружения. Грозные очень для вас. Тогда они стали говорить, американцы, американская сторона и администрация Белого дома, там вот все эти странные люди. Они стали говорить, что да, действительно, не всегда Иран, то есть Иран помогает оружием всем этим группам, включая Йемен и Хизбалу Ливанскую. Но ответственности за это не несет. И, в общем, начал Белый дом как-то от этого отползать. Но, тем не менее, судя по всему, какую-то показательную порку по кому-то нужно будет провести. И вот сейчас я вижу, что американцы как раз очень опасаются такого израильского рвения и нападения на Ливан. И, кажется, хотят Израиль остановить. Тут я, значит, возвращаюсь, вообще перепрыгиваю, но это все тот же регион Ближнего и Среднего Востока. Это так называемый Южный Кавказ. Есть, у меня все-таки сохраняются опасения, что и там возможно возобновление боевых действий. Вот, но сейчас я просто подробностей не хочу касаться. И там тоже идет концентрация вооружений. Во всяком случае, израильские вооружения каждый день перебывают в Азербайджан. То есть довольно интенсивно идет вооружение Азербайджан. Вопрос, если все умиротворилось, то и все идут к мирному соглашению. Вопрос, как интересно, да? Вы тут воюете в Израиле, американцы вам поставляют вооружение, а вы свое вооружение вот так вот перебрасываете в Азербайджан. Даже не притормозили исполнение пусть и обязательств. Понимаете? То есть вот то, что это есть, тоже заставит все-таки близко к нашим границам. И это все-таки бывшее постсоветское пространство. Вот. И для нас это не безразлично, как мы понимаем. И что любопытно, иранцы тоже все-таки держат основные... Основная концентрация войск на границе, это именно там, на границе с Арменией и Азербайджаном. Потому что нападения они ждут оттуда. Ну, не от Армении, конечно. Отношения между Баку и Тегераном чрезвычайно натянутыми по сути де-факто. И посольство там не работает, и консульство, и аресты условно тех людей, которых считают проиранскими в Баку, вот прям регулярно проводят. В Иране за этим наблюдают. В том числе религиозных деятелей шиитских. Вот. Это такая вот... Ну, это и тоже имеет отношение к этому узлу. Я тоже... Я что хотела сказать? Я имею в виду Израиль, Палестин. Да. Ну, дело в том, что вообще ведь на Ближнем Востоке все совсем связано. Вот. Недаром это все называют одним регионом. Поэтому там есть как, ну, всем хорошо понятные оси противостояния, так и те, которые, ну, как правило, массовому зрителю или массовому читателю не очень, так сказать, явно видны. Вот. И, как правило, там до конца неизвестны. Но многие из них неизвестны, я бы так сказал, даже и специалистам. Карина Александровна, если вот вы еще раз вернемся к Ливану, то есть вы считаете, что перегруппировка израильских сил на север и концентрация их на границе с Ливаном приведет к прямому столкновению, к прямым боевым действиям? Знаете, у Нитаньеху какое-то совершенно патовое положение. Его хотят уже все, кому не лень, снести. Впрочем, его выступающий в оппозиции Лапид, Яйр Лапид, даже сказал, что, в общем, если что, он готов войти из правительства. Ну, то есть его пытаются всячески уже внутри израильская интрига такова, что Нитаньеху, ну, просто руки чешутся, у всех снести. Теперь, смотрите, огромные, несупоставимые, в общем, неожиданные для Израиля военные потери убитыми и ранеными в связи с этой операцией в Газе. И это тоже на общество очень действует. И он не может остановиться. И поэтому он и хочет ударить по Ливану. И тут американцы говорят, охолонись, парень. Тут Иран Ливану такие вооружения поставил. Ты понимаешь, чем это чревато? И так далее. То есть вот вопрос, ударит он или нет, очень хочет. И концентрирует войска. Ну, тут тоже, знаете... В этом положении он министр обороны. Да, да, министр обороны, еще ряд политических деятелей из кабинета, там очень такие жесткие высказывания. Тут, знаете, такое интересно. Вот, может быть, впервые в Соединенных Штатах сложилась такая ситуация, что есть нечто, некая необходимость, большая, чем выборы. Вот Байдену и его группке, конечно, может быть, хотелось бы как-то, ну, выпутаться и приостановить все это, заморозить, там, заперемирить. Вот, но я думаю, что не они здесь принимают решение. Как вспыхнул этот конфликт, неожиданно, непонятно по каким мотивам, вопреки воле и позиции Вашингтона, прямо Белого дома, да, группы Байдена. Вот, у меня такое есть ощущение, что он будет продолжен и расширен тоже вопреки его воле. Не Салливан с Блинкиным, не говоря уже о Байдене, здесь реальные приказы отдают. Вот, что мне кажется по этому поводу. Это правда. Но я подметила одну интересную деталь, поскольку мы с вами коснулись темы действий британцев, в том числе на этом театре военных действий. И вот тут довольно любопытная штука. Кстати, и к Кавказу имеющее отношение. Это вдруг активность Франции, причем не в лице даже Макрона, а в лице французских военных, которые, вот что интересно, с американцами сейчас договорились. И заметьте, рядом с этим регионом, правда в Африке, намерены американцы совместные с французами создать или укрепить, скажем, французами свои военные базы в Африке. Это так интересно, это какая-то новинка, прямо вам скажу. Вот, а то же самое французы появились в том же Закавказе, вот я замечу. Ну, пока в Армении, но очень интересна их активность сейчас и в Африке, несмотря ни на что. Вот, то есть они, видимо, ну, как я реконструирую совсем по-простому, типа британцы долго вам клялись, что они ваши братья, а на самом деле в этом регионе одеяло с вас стаскивали или стулы с под вас вытаскивали. Вот, а мы-то тут вот готовы вам всячески помочь, вот, и видите, американцы пошли на сотрудничество с французами, это очень любопытно. Пытаюсь уравновесить как-то, прямо скажем, чрезмерную ретевость и активность британцев. Ну, посмотрим, да, это, знаете, ладно, не буду всякие такие вещи, они не совсем могут с точки зрения культурности языка прокатить на нашем телеканале и на нашем радио. Спасибо большое, Корене Геворгян была с нами на прямой связи. И сегодня у нас в студии здесь руководитель информационного агентства Newsfront Константин Кнерик. Кость, приветствую. Доброе утро. Ну что, у нас, как бы, там, это, забурлило, закипело, вот, Виктория Нулан срочно прибыла в Киев. Меня, кстати, вот, ты специалист по информационным всяким штукам, я сейчас без сарказма, я действительно считаю, что ты не специалист на самом деле. Вот, объясни мне, что это за картинка такая была, продавщица на базаре у лотка, вот, ну, потому что смотрится дичайше на самом деле. И главное, что она ничего не сказала там. Дело в том, что форма подачи ее визита и вот эта итоговая пресс-конференция и приезд, ну, явно демонстрировал полную спонтанность этого визита, вынужденность в некотором смысле, как бы, понятно, что не было времени на нормальную предметную подготовку. Тут важно просто, почему она приехала, да, и зачем. Почему приехала, понятно, конфликт Зеленского и Залужного в некотором смысле для них начал выходить из-под контроля. И вот тут, конечно, у нас разные, как бы, оценки в этой части. Ну смотри, вот здесь мы с тобой совпадаем. Я сказал, как только это произошло, что с уверенностью мы можем сказать одно. Почему частичная утеря контроля Соединенными Штатами над ситуацией там произошла? Тут вопрос, да, теперь что дальше? Почему и как, да, она произошла? Дело в том, что очевидно для нас, что весь конфликт между Зеленским и Залужным раскручивали американские и британские СМИ. Ими этот конфликт был создан искусственно. Помните, переломный момент такой был, когда офис президента Зеленского попытался купировать этот конфликт. Они продемонстрировали фотку Сумеровым в обнимку Залужного, мол, все у нас хорошо, мы обо всем договорились. Ровно через сутки всплыло, значит, СБУ объявило о том, что прослушка у Залужного найдена. То есть этому конфликту не давали затухнуть. Его постоянно поддерживали в определенном режиме. Следующий момент, да, объявление Зеленским о том, что он собирается его уволить. Вот при всех раскладах, при нашем знании о возможных препаратах, сильно воздействующих на Зеленского, я не очень верю в то, что он настолько осмелел и мог эти решения принять самостоятельно. У меня есть предположение, что на подобного рода действия его вдохновили другие кураторы британские, у которых на это тоже есть мотивы. Американцы отползают публично от украинского проекта, говорят, что вот конгресс, денег нет там и так далее. Но при этом сохраняют сферы влияния. Не так давно они одержали победу и закрепили за собой Министерство обороны Украины, потому что Умеров это исключительно их человек. И борьба за эту должность была долгой. Долго Зеленский петлял, не убирал Резникова, собственно говоря. Но, тем не менее, они победили. И сейчас идет борьба за, собственно говоря, пост главнокомандующего. И в этой части, конечно, британцы говорят, подождите, мы тут соглашения подписываем, мы тут деньги, мы тут процессы, а у нас влияние все меньше и меньше. Давайте как-то, ну, по-справедливому, собственно говоря. Вот по-справедливому Зеленский попытался. Почему Буданов? Я почему так еще говорю? Тут нужно проанализировать комплементарность формы подачи этого конфликта в британской прессе. Потому что именно журнал «Таймс» же, собственно говоря, выдал версию о том, что это было сделано на фоне того, что у Зеленского возник спор с заложенным на предмет призывать 500 тысяч или не призывать. И, мол, в этой истории Зеленский был более, как бы, с правильной позиции. Человечный. Да, зачем нам 500, почему 500, и так далее. Вот эта комплементарная форма. И второй момент, то, как они попытались, британская пресса, отмазать своего Буданова, когда они за него написали, что он якобы отказался. Заметьте, нигде публично ни Асырский, ни Буданов не прокомментировали эту историю, не сказали, мы отказались или нет. Это версия исключительно британской прессы. Других вариантов, как бы, просто не было. И вот в этой части, я предполагаю, что Зеленского вдохновили. И тут примчалась Луанда, говорит, что же вы тут творите, собственно говоря. А дальше, судя по тому, что сейчас вышла буквально недавно, там, статья в Вашингтон-Пост, где говорят о том, что, в принципе, Залужный воспринял нормально свою отставку, да, как бы, и то, что Зеленский ему это объявил, потому что на линии фронта ничего не поменяется. И вот в этой части, я предполагаю, что, в принципе, Нулан, в некотором смысле, согласовала отставку Залужного. И не исключая, что вот эта публикация СНН, это была некой отмашкой, СНН же написали, что его точно отправят в отставку. Это была некая отмашка, одобрение этого действия. Почему из-за чего? Да, но после этого на СНН вышла колонка, из которой следует, вот вы там козлы, гражданская администрация, у меня есть план, на год я уходить никуда не собираюсь. Вот про уходить там, как раз-таки, на мой взгляд, не было, там как раз-таки была первая больше политическая, чем военная мысль. Вот это была программная политическая статья. И в этой части, как бы, я считаю, что сценарно, сценарно очень интересно будет посмотреть на то, как сейчас из Залужного будет лепить политическую фигуру. Потому что быть политической фигурой, будучи главнокомандующим, крайне сложно, а быть политической фигурой после того, как тебя отправили в отставку, вот это прекрасный сценарий. И мы, очевидно, понимаем, что в ближайшее время череда непопулярных решений, за которые кто-то на себя должен взять ответственность, будет просто вал этих решений. И этот закон о мобилизации, и уже практически возвращение беженцев с Европы, потому что это произойдет, это уже очевидно, потому что в этом законе о мобилизации там зашиты шаги, которые будут предприниматься дальше. Там же основной отправной точкой для того, чтобы ты обладал хоть какими-то правами, является регистрация в этом приложении, что ты военно обязанный и так далее. Если ты не зарегистрировался, ты не получаешь консульские услуги. Следующим шагом в Евросоюзе примут нормативно-правовые акты, которые обязывают, чтобы продлить статус беженца, получить пособие, заключить договор на аренду квартиры и так далее, получить какую-нибудь справку с консульством. А ты ее не можешь получить, потому что ты не стал на учет. Соответственно, ты будешь вынужден возвращаться на территорию Украины. Там создадут законодательно такие условия, что ты будешь вынужден вернуться на Украину. Вот эти все непопулярные решения, конечно, будут вызывать серьезный негатив в украинском обществе. Нужно кого-то назначить за это виноватым. Зеленский идеальная фигура. Тут много как бы аспектов. Во-первых, он становится нелегитимный в определенный момент в марте месяце с точки зрения украинского законодательства. И тут важно, почему она еще встречалась с Разумковым. Один из сценариев, который они рассматривают, это некое соблюдение хоть какой-то там легитимности. Это избрание нового спикера Верховной Рады. И этот спикер, исполняющий обязанности президента, мы это видели на примере Турчинова, как это делается на Украине. Вот Разумков рассматривается как вариант гражданской администрации, который подтянет опять залужного, который за это время наберет определенных политических уже очков. Поэтому в этой части я не исключаю, что просто мне сложно предположить, что подобного рода конфликт, который так системно раскручивался в западной прессе, был в некотором смысле ими неконтролируем. Поэтому я как бы исхожу из того, что этот конфликт был абсолютно спрогнозирован, контролируем и должен в итоге привести к тому, что останется кто-то один. Кто-то должен победить, а кто-то должен быть назначен виноватым за все. И заметьте, там лейтмотивом, в том числе и в заявлениях залужного, сейчас звучит мысль, что подавляющее большинство военных действий на линии боевого соприкосновения, это была не военная стратегия, а политические решения команды Зеленского. В том числе до последнего пытаться удержаться в Артемовске и так далее. Во всем этом обвиняют Зеленского. Поэтому с точки зрения информационной подачи, мне кажется, что это примерно развивается вот так. И тем более с учетом того, что украинский проект переформатируется, конечно, должны переформатироваться и в определенном смысле кадры. Потому что переформат сейчас звучит примерно так. Если раньше у них был сценарий какой? Победа на поле боя, то сейчас же у них новый сценарий для Украины. Не дать России победить. И вот в этой части, конечно, и европейцы это подтверждают своими вот этими 50 миллиардами, при всем при том, что я по наивности своей всегда предполагал, что при принятии решений учитываются мнения населения, социология, экономика, ну по наивности. Тут очевидно, что сейчас они живут ровно в рамках той модели, которая задана мейнстримовскими СМИ. А в мейнстримовских СМИ и в американских, и в европейских есть одна прямая мысль. Они вначале раскрутили, что нужно будет воевать с Россией, а потом говорят, если не хотите воевать с Россией, причем опубликовали социологию, что европейцы воевать не хотят, я имею в виду население, вот не хотите воевать с Россией, тогда вы должны до последнего поддерживать Украину. А поддерживать как что? Как то, что не дает России победить. И в этой части, в новой идеологии не дать России победить, конечно, можно спокойно оправдывать потери территорий, можно спокойно и аргументированно объяснять, зачем нужны удары по центру Донецка и Белгорода. То есть с информационно-психологической точки зрения новая формула для Украины не дать России победить, она намного проще в управлении, но для этого нужны и новые лица. И самое главное, что с вот этими 50 миллиардами, они по сути сейчас создают на территории Украины ЧВК с признаками террористической организации, где социальная сфера, вопросы населения уже никого не беспокоят абсолютно. Главное, чтобы хватало денег поддерживать военные действия. Все, больше им ничего не надо. Вот мы не даем России победить. И вот вокруг этого, конечно, будет строиться дальнейшая конструкция украинского проекта в новом формате. Они месяца два искали эту новую конструкцию. Вот сейчас они ее нашли. Про не даем России победить и про цель согласен полностью. Ну а, конечно, вот в этом море интриги, да, которая, так сказать, там бурлит. Ну давай вот все-таки от фактов попробуем пройтись. Да, вот первый факт. Мы видели всплеск в прессе, да, западной, украинской, потому что Зеленский увольняет... И он был разный. У американской и в британской этот всплеск был в разной форме подачи. Да. Вот. Второе, что является фактом, Нуланд прилетела. Это, ну, внезапно. Вот. И третье, Залужный выпустил статью. Ну, Нуланд прилетела, это же символично. Февраль, Нуланд, Украина. Да, да. Ведьмы, да. Вот. Но это очень символично. Вот. Я думаю, я думаю, что, наверное, британцы как-то во все это играли. Я думаю, что они к заложному и к управлению войсками не допущены. Британцы не допущены. Вот. У них две креатуры. Первый завербованный это Зеленский. Вот. Второй это Буданов. Вот. И бороться за право, ну, что-то со всего этого получать и получить, вот, с американцами. Ну, британцы продолжают с упорством предруковатым, достойным лучшего применения. Но они все равно это будут делать. Доказывая, что у нас вот есть там свой актив. Вот свой актив у нас там есть. Вы обязаны его оценить и, как бы, честно рассчитаться. Вот. Надо их... Я их опечалю. Американцы в гробу видели их вместе, ну, с их активами британскими. Вот. Будут сильно путаться под ногами. Сметут из них. Сметут. С чертовой матери, да. К этому все и идет в некотором смысле. И вот МИ-6 будут перетраховать. Вот. Как когда-то говорил Александр Григорьевич Лукашенко по поводу парламента, который у него... Но в то же время... Я его перетраховал и перетраховать буду. Степень влияния британцев тоже недооценивать, наверное, не стоит. Не стоит. Нет, так мы же... У нас почему-то есть мысль, что вот, как бы, да, у них с американцами абсолютно одно понимание целей. Ну, подходы разные, собственно говоря. И в этой части кто охраняет Зеленского? Британский спецназ. Кто повлиял на решение публично не подписывать в Турции соглашение, собственно говоря? Борис Джонсон, как бы. И в этой части у них, конечно, есть определенные инструментарии. Слушай, Зеленский в СРУ не был. Он был только в Белом Доме. Он поехал. А в МИ-6 он был. Причем это был один из первых визитов, без стеснения, публично озвученный. Хотя это не очень, как бы, как мне кажется, вяжется с логикой того, что он лидер государства, но тем не менее. Поэтому я думаю, я думаю, что, ну, Зеленскому пошептали на ухо, что удачный момент. Ну, заложенный тебя достал и нас достал. Давай, в общем, это... Попробуй. Попробуй. Вдруг получится, да. Вот. Я, кстати, там, со сбитием самолета вообще не исключаю, что это тоже элемент всей этой игры. Но так, чтобы сильно не запутываться, не буду, так сказать, туда идти, потому что это домыслы. Могли вы это сыграть? И дальше прилетает, ну, он говорит, так, все, ша по своим сидолам, все разбежались. Вот. И будут ли американцы двигать заложенного на политическую фигуру? Не знаю. Не знаю. Вот. Понимаешь? Все вот это вот там, выборы проводить, вот это вот все, это очень, это очень так хлопотно. Вот. Это очень хлопотно. Можно вообще, вот, там, Разумков как-то, ну, будет Верховной Радой править, может быть, понимаешь? Вот. Тоже американский, в общем, человек. Давно уже. Давно уже. Поэтому... Да, ну, ему и образ определенный создали. Он один из политических деятелей внутри Украины, которого стараются не ассоциировать с войной. Он, кстати, эффективно встроен в систему принятия военных решений. Комитет начальников штабов, Пентагон, вот, заложенный и поле, да, военное поле. Вот. Его оттуда вынимать не очень, так сказать, было бы продуктивно. А потом, понимаешь, ну, устраивать вот эту вакханалию. Ну, они вон взбесились при малейшей этой самой, да? Ну, а представь, будет, что-таки, какой-то там политический процесс. Там уже, вон, Юлия Владимировна Тимошенко сказала, вот так, разорвывает линяшку на груди, сказала, нет! Нет закону о мобилизации! Ну, это предыдущему. По этому она еще не комментирует. Нет, это тоже уже. Уже. Сказала, нас чудовищно обманули, сказала она. Вынесли закон и внесли один и тот же. Даже еще хуже внесли. Ну, общество-то преподносит по-другому. Тут вопрос в том, что... Не, это то, что Юлечка сказала. Вот, политический процесс опасен, не опасен ли он для американцев и контроля американцами за Украиной? Я думаю, что не опасен, потому что, опять же, если посмотреть на других участников этого политического процесса, та же Тимошенко, она же активизировала политическую деятельность и явно не без согласования, как бы, с кураторами. Более того, там даже дошло уже до того, что политическую активность проявляет Клычко, как бы, который критикует Зеленского вдоль и поперек. Потому что вот этот, знаете, есть же слово на Западе, которое в адрес каких-то этих руководителей государства, оно абсолютно ругательное и такие ярлык, да? Это диктатор. Но Клычко назвал диктатором Зеленского. И дальше в американской прессе начали появляться публикации, собственно говоря, о том, что Зеленский диктатор в разной форме. Его там с сингапурским диктатором сравнивают. Но, тем не менее, это слово, оно уже бытует вот и фигурирует в информационном пространстве. И в этой части политическую активность на Украине уже, наверное, остановить сложно. Она уже есть. И ее ведут, собственно говоря, как бы по команде американцев. Поэтому я думаю, что они не очень боятся политической активности. Намного больше они боятся уровня недовольства в украинском обществе. Понятно, что это недовольство не может вылиться в какие-то реальные практические действия, да? То есть там массовые протесты и прочее. Но этот уровень недовольства, от него лучше на каком-то этапе избавиться, подарив какого-то нового мессию, в которого все поверят. Причем подкрепить этого мессию какими-то... У них же сейчас такое, знаете, негативное настроение в отношении поставок вооружений и так далее. А представьте, одновременно с новым мессией поставят опять какое-нибудь оружие, которое скажет, что вот это точно победное. Вот это вот сто процентов. То есть у них сейчас задача в том числе каким-то образом украинское общество вдохновлять, которое вдохновляется достаточно плохо. Даже вот эти 50 миллиардов, которые вчера согласовали, ну как-то вот не вдохновляет украинское общество. Потому что когда Буданов говорит о еще одной попытке весной контрнаступления, все приуныли. Потому что результат предыдущего, он всем понятен. Но если исходить из логики, что они делают из Украины очень контролируемую, с такими некими формами государственного управления террористическую организацию, то в этой части, конечно, этот проект можно растянуть еще на какое-то время. То есть понятно, что... Там, кстати, я уже говорил про это, но была такая публикация как бы со ссылкой на источник, что вот американские спецслужбы считают, что украинская война и конфликт продлится еще два года. Вот для кого она была, для чего, но там есть срок, два года. То есть мне кажется, что это некий дедлайн, который они определили, целесообразность растянуть украинский проект как террористическую организацию. И им не нужны в этом случае победы, им не нужно отвоевывать территории, потому что они уже сказали, что это невозможно, собственно говоря. Но постоянный дестабилот, если посмотреть там, не считая там китайской темы и так далее, то, что написал Бернс, то там по сути про это и написано, что Украина должна стать террористическим проектом, который постоянно будет создавать трудности России. И они не отказались от затеи, что украинский проект в основе своей должен стать причиной для внутреннего какого-то взрыва в России политического. Они понимают, что там на начальной стадии это не произошло, под креплением санкций это не произошло. Но тем не менее они считают, что они способны вот такими действиями, ударами по Белгороду, ударами по Донецку, ударами по Каховке. Почему даже Залужный в своей статье, он же пишет о том, что нужно пересмотреть форму ведения войны с учетом ограниченных ресурсов, которые у нас есть. И с учетом того, что враг намного сильнее, у него больше мощности, больше мобилизационный ресурс. Об этом же говорит Залужный. Вот эту форму войны они будут пересматривать в сторону ведения террористической деятельности, на мой взгляд. И в этой части, конечно, я вам скажу больше, на месте Залужного Будана выглядит намного интереснее, потому что за все провокации, которые происходили, тут я вам упроил, скажу, тут не просто так, мне кажется, Владимир Владимирович озвучил, что именно ГУР украинские занимаются обменами и знали маршрут. И я не исключаю, что непосредственное участие, в том числе в организации этой провокации, которой могло быть много разных целей, начиная от того, чтобы прекратить полные какие-то позитивные гуманитарные коммуникации между Украиной и Россией, заканчивая тем, что, может быть, хотели обвинить исключительно Россию, может быть, хотели, почему именно патриот американский, может быть, хотели сохранять в этой истории американцев, потому что американцы реально публично отползают от украинского конфликта. Это очевидно, видно, по всем их заявлениям, по всем их публикациям, они просто отрекаются от этого проекта и говорят, мы там как бы ни при чем, мы будем помогать, но как бы минимум. Сейчас, конечно, в основу там помощи они взяли, конечно, европейцев, которых удалось прогнуть, причем на всех фронтах, и с Орбаном вопрос, я так понимаю, решили, причем жестко решили, никаких 20 миллиардов никто ему не дал, хотя он очень рассчитывал, как бы, поэтому в этой части все-таки ЧВК террористического формата, это новый формат украинского проекта, при котором, конечно, кадровые перемены, они не минуемы. Посмотрим, да. Мы, конечно, обмениваемся нашими гипотезами и должны это делать, вот, но я так считаю, что хороших аналитиков от не очень хороших отличает то, что хороший аналитик всегда помнит, что это гипотеза или реконструкция, да, и... Возможно, варианты развития... Да, варианты возможны. Спасибо. Константин Кнырик был в нашем эфире, руководитель информационного агентства Ньюсфронт. Мы сейчас прерываемся на новости на Вестях и ФМ, а в студии Соловьеву Лайф Роман Голованов. Формула смысла.